Меньше года осталось до 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Ульяновской области ведется активная подготовка к празднованию знаменательной даты. На основании федерального плана мероприятий, который будет подготовлен в ближайшее время, выработают региональный план. В связи с этим губернатор Сергей Морозов провел заседание Оргкомитета Победа. В первую очередь глава региона предложил провести осмотр домов, где живут ветераны ВОВ и вдовы ветеранов. Посмотреть, в каких условиях они живут. И если надо, то помочь их благоустроить. Также губернатор выступил с инициативой перезапустить проект, который предусматривает установки больших красных звезд на каждом доме, где живет или жил герой войны. Было бы здорово, если бы мы в ближайшее время, используя наши возможности, запустили такой вот проект по сбору интересных идей и предложений глазами всех жителей Ульяновской области, как мы могли бы провести этот год. В том числе и естественно, как мы могли бы подготовиться к победе, к Дню Победы. Глава региона также напомнил, что очень важно внести в основной региональный план попразднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ряд интересных проектов. Так, к примеру, с 1 сентября заработает конкурс «Уроки Победы». Кроме того, следует учесть другой замечательный проект «Волонтеры Победы». Еще об одной инициативе губернатора установки триумфальной арки на территории Ульяновска рассказал председатель областного совета ветеранов Сергей Ермаков. Зачем она должна быть? Она символизирует вот тот знаковый факт, что Россия победила, советский народ победил, и она должна символически показать всем, вот она, триумфальная арка. От слова «триумф» мы триумфально победили. В настоящее время Совет ветеранов совместно с Комитетом Победы выбирают место, где будет установлена арка. Есть такой участок окончания улицы 12 сентября, это площадь труда называется. Почему в том месте? А потому что рядом старый вокзал, с которого уезжали все на фронт. Кто возвратился, а кто ушли не в бытие. Вот 121 599 воинов наших не вернулись, а некоторые вернулись. Вот те, кого провожали, плакали, молились, те, кого встречались, опять плакали, молились. Это намоленное место, слезами омытое место. Поэтому арку мы решили приблизить к этому вокзалу. Утвержден состав рабочей группы по разработке внешнего вида памятного знака в память о праздничном параде в Ульяновской области в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во всех праздничных мероприятиях, посвященных юбилейной дате, будут участвовать войска Ульяновского гарнизона. Хочется отдельно отметить это торжественное прохождение войск гарнизона в честь 75-летия со дня Победы Великой Отечественной войны, потому что это знаковое юбилейное событие. Планируется, опять же, по согласованию с Министерством обороны, участие механизированной колонны до 36 единиц. По линии социальной защиты на мероприятии, посвященной 75-й годовщине Победы в ВОВ, объем средств регионального бюджета составит более 76 миллионов рублей. Они пойдут прежде всего на выплаты детям войны. Кроме того, будут проведены мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова